Более ста человек удостоились премии «Команда Путина», которая учредила общероссийский народный фронт. Она проводилась в 20 российских городах. В Самаре выбрали 9 номинантов, которые внесли свой вклад в развитие общества. Мы отобрали знаковых людей нашего региона, причем я хочу отметить, это именно те люди, которые каждый на своем месте. Это и фермеры, это и руководители предприятий оборонного комплекса, это и просто ребята, которые сегодня учатся в высших учебных заведениях. Председатель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина проводила в зону СВО мужа и двух братьев. А теперь вместе с другими женщинами-военнослужащих организовала на территории Дома офицеров пункт поддержки и создала благотворительный фонд «Звезда Элира». Они собирают гуманитарную помощь и отправляют ее бойцам. Екатерина Колотовкина также была удостоена премии «Команда Путина». Знаете, я очень рада стать частью огромной команды, команды нашего президента. Наверное, я себя давно уже считала частью этой команды, но сегодня это произошло более официально. Мы продолжаем работу 24 часа в сутки, отвечаем на звонки, формируем списки, перебираем коробки. В общем, работа кипит. Вы знаете, премия «Команда Путина» – это народная премия. У нас нет предварительных списков и номинантов. Это происходит здесь, сейчас. Мы смотрим из многообразия тех людей, которые работают в повестке Народного фронта. Впервые премию присвоили этим летом в Донецкой и Луганской народных республиках. В дальнейшем ее планируют сделать ежегодной. Александра Гусева, Максим Гусев. События. Продолжение следует...